Приём-приём, леди джентльмены, на связи Шедимен, добро пожаловать в новый видеоролик. Вы меня спросите, где ты сейчас находишься? Я нахожусь на седьмом небе отчасти, друзья, потому что на днях мы с вами достигли числа 800 тысяч подписчиков. Большое вам спасибо каждому, кто комментировал, лайкал видеоролики, кто присылал арты во ВКонтакте, друзья. Я их всех всегда просматриваю. Да, я физически не могу ответить каждому, но думаю то, что вы меня понимаете. Так вот, считая то, что мы с вами ни в коем случае не должны останавливаться, идти вперёд и достигнуть заветной цифры в 1 миллион. Но это не будет концом, друзья. В общем, надеюсь то, что мы с вами доберёмся до этих вершин. Так что по традиции прямо сейчас на спамте очень-очень-очень много смайликов в комментариях под этим роликом. Поставьте лайк, потому что совсем скоро, конечно же, появится леска, но пока мы пытаемся и пытаемся её спасти. В общем, друзья, не стоим на месте, движемся вперёд, ведь дальше будет интересней. Приятного тебе просмотра. Леска, Леска, ушам своим поверить не могу. Это ты, да? Ты там? Шэди? Это вы? Да-да-да, это я, это я. Шэди? Это вы? Ничего понять не могу. Ребят, походу, что-то это явно не чистое. Шэди? Это вы? Да я уже заметил. Леска, а что у тебя с голосом-то только? Шэди? Это вы? Блин, капец какой-то. Ребят, а если она это инфицирована там? Шэди, давай не томи, открывай уже эту дверь. Ладно. Так, давай же, хоть бы с ней только всё нормально было. Что? Это что вашу дивизию ещё за? Так, стоп. Тут какое-то видео есть. Давай-давай, Шэди, открывай. Чё там? Чё за билиберда? Сейчас я открываю. Ну что, господа, смешно, да, получилось? Да, забавно было наблюдать за вашими наивными лицами о том, что я сейчас возьму и колонну с леской поведу прямо через центр города. Да, ребята, вам ещё и расти, и расти, вот что я вам скажу. А мне говорили, что Шэди Мэн, его команда и так далее. Да, я только понять не могу, как вы додумались шрамы уничтожить. Вернее, шамана. Да, в общем, я даю вам шанс спасти её. Так уж и быть. И надеюсь, то, что после этого вы от меня отвалите и дайте мне довести дело, наконец, руки уже до конца. Потому что моё терпение потихоньку начинает лопаться, и мне надоело то, что вы постоянно за мной таскаетесь. Вам что, этого старого пердуна Тимофеича не хватало, что ли? В общем, вы, наверное, уже знаете, куда мы её отвезём. Так попробуйте у нас её забрать. Не заберёте мы. Она попрощается с жизнью. Удачи вам, неудачники. Да иди ты! Блин, про Тимофеич ещё сказал. Капец какой-то. Так, спокойно, собраться всем. На эмоции не поддаёмся. Он нас вокруг пальца обвёл. Да. Честно скажу, ребята, я его сам недооценивал. Да его, походу, никто недооценивал. Как так можно было только? Мы тоже дураки. Ну как можно было серьёзно, наивно полагать то, что он через центр города поведёт? Практически самое дорогое, что ли, я не знаю, его последний план, который был, мне кажется, это вообще реально самое сложное. То, что он проворачивал за всё время. Ладно, бойцы. Ребята, давайте мы с ними соберёмся и на месте стоят... Так, стоп, а это что ещё такое? Стоп. Это... Это вертушка, всем в сторону! Ааа, вашу дивизию. Шэдди, вставай давай, вставай. Нас жмут очень сильно. Шэдди, мы без тебя никак. Ааа, встать, встать, встать. Всё, ребята, я с вами, я с вами. Ёперный театр. Кто здесь? Так, тихо, помогаю, помогаю. На, полу... Ай, блин, получай ты, чёртов зомбарь. Ай, патроны не заряжены ещё после этой перестрелки с этими секторовцами. Чёртовыми. Чтоб их побрал там. На, получай. Ребята, какой план дальше? Ну чё так, бойцы? Ребята, делаем так. Потихонечку отбиваемся против зомби. И... Разбредаемся по всем частям этого города. Каждый по своим позициям. Шэдди, ты отправляешься прямо сейчас. Через этот торговый центр на первый этаж и будешь пробиваться в сторону железнодорожных путей. Рядовой стеф на запад. Вектор, док на восток. Я пойду на север. Встретимся. До связи, бойцы. Давайте, ребята. Будьте только аккуратны, пожалуйста. Ладно. Поняли, поняли. Разбегаемся тогда. Это... Вашу дивизию, что ещё такое? Ай! Ё-моё. Мы только разбежали сейчас по сторонам, и тут эта вертушка появилась ещё. Это издевательство какое. Так. Мне какая-то ракетница нужна, либо ещё что-нибудь. Так. Я помню там... Ой! Мне говорил... Мне говорил док то, что там где-то... Вон у того военного, по-моему. Вижу, вижу ракетницу. Она у него там точно есть. Мне нужно туда залезть только. Блин, ребята уже по всем путям разбежались. И постоянно у меня... Такая ситуация, то что у меня самое-самое сложное всё попадается. Чё делать? Так. Капец, и зомби, и вертушка. Это, по-моему, явно перебор какой-то. Я чё, терминатор, что ли? Так. Хотя нет, я же лучше терминатора, наверное. Нет. Так, 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 так. Тихо. Только я и железяк совсем не состою. Всё, я ухожу. Я ухожу. Может, эта вертушка вообще сама сейчас улетит и забудет вовсе обо мне? Так. Нет, по-моему, ещё не забывает. Уйдь. Вот сюда. Отличненько. Так. О. Ракеты есть, самое главное. 23 штуки. Сейчас главное только не облажаться совсем. Если я эту вертушку не собью, то я даже боюсь представить, что потом произойдёт. Вот она. Летает. Сейчас её так уж и быть на себя отвлеку. Раз уж я с этим планом накосячил, то и я буду за всё отвечать. Главное, чтобы ребята были в безопасности. Есть! Попал, попал. Так. Стреляет в меня. Стреляет в меня. Продолжает стрелять ещё. Так. На тебя. Вот так вот. Ну-ка. Давай, давай, пожалуйста, пожалуйста. Блин, промазал. Почти попал. Почти попал. Как-то уж слишком всё интенсивно началось. Как только мы этот контейнер открыли. Да, ну шрам, конечно, даёт. Честное слово. Я вообще никаким боком не ожидал, что он у нас вокруг пальца таким наивным, реально лёгким способом сможет обвести. Так, что ж ты вертишься-то постоянно вообще? Так. Вот так. Давай, пожалуйста, ракетка. Давай, 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 давай. Нет. Прямо снизу прям прилетел. Что ж ты будешь делать-то только? Так, по-моему, это там уже вертолётчики эти боятся потихоньку начинают, потому что я уже первый раз достаточно неплохо поймал. Ой, попал, вернее. Ой. Тихо. Ушёл. Ушёл в сторону. Давай, сейчас должен попасть. По-любому. Есть, попал, попал. Отлично. Так, аптека, аптека, аптека. Очень опасная ситуация. Блин, вон как ракета стреляет у него. Капец просто. Давай. Эх, низко, слишком. Слишком низко взял. Сейчас должен попасть. Сейчас должен, обязан попасть. Да. Сбил. Сбил, сбил, сбил. Сейчас подорвётся. Сейчас подорвётся. Давай, 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 давай. Есть. Всё. Обалденно. Ну что? Так скажем, одной проблемы меньше. Фу. Что там Хантер скричал? Пока что мы разъединялись. Я через центр... Через центр, получается, торговый центр. Как бы это сейчас странно не звучало, получается, должен добраться до каких-то... До какой-то железной... Железной дороги. Вот. И уже там мы будем как-то объединяться. Ладно. Надо будет ещё обязательно какую-нибудь переключку, что ли, привести. Перед этим. Так, стоп. Это что за звук ещё? Что это за звук? Планшет. Планшет, планшет. Это... Это Малой. Это Малой. Приём, Малой. Да, я тебя слушаю. Привет, дядь Шедя. Ну что делаешь? Слушай, Малой, это не очень удачный момент, чтобы сейчас разговаривать. Да ладно тебе, я вижу, ты там скучаешь, походу. Прикинь, я научился подмышкой пукать. Малой, блин, я за тебя, конечно, рад очень, но... Давай в следующий раз как-то, ладно? Мы как на базу прилетим, я тебе обязательно... Вернее, ты всё покажешь нам, ладно? Как у тебя там всё это получается? Эх, ладно-ладно, всё, давайте, не скучайте там. Блин, капец, Малой, конечно, вовремя. Главное, информация прям действительно стоящая, то, что он сейчас мне передал. О, капец какой-то. Ладно, ну, с другой стороны, это, ну, хорошо, что он позвонил, потому что у меня уже затрагивались мысли по поводу того, что как там Малой и все остальные на базе. Как-никак там совсем, так скажем, люди, можно сказать, беззащитные остались. Ну, Малой, хотя я бы его не заназвал беззащитным совсем-совсем. Он меня и сам спасал, хоть он и Малой-Малой совсем. Так, на тебе, зомберики, получайте. Короче, план таков. Я сейчас ещё вниз спущусь, я хочу обыскать всех солдатов, которых мы замочили, и получается полностью-полностью проверить абсолютно всё, то, что здесь есть. Потому что перед тем, как мы начинали воплощать этот план в жизнь, я даже толком-то и вот этих вот солдатов не проверил, вообще никого. Так что сейчас этим заняться самое время, потому что патронов мне потребуется, скорее всего, ой, как много. Тем более мне сейчас через этот ТЦ прибираться и так далее, так что это всё потребуется. Так, и, кстати, интересный момент. Получается, что этот шрам предлагает, чтобы якобы мы попытались спасти леску, то есть он её добровольно не отдаёт, он хочет, чтобы мы попытались это сделать, повоевать с его солдатами. То есть он не боится то, что у него там солдаты могут погибнуть, ещё что-то. То есть он вообще не ценит, получается, своих солдатов. Это капец, на самом деле, как страшно. Например, я за своих ребят очень всегда переживаю очень сильно. И почему он тогда просто не может отдать леску, и чтобы мы отстали? Мне кажется, потому что он понимает то, что мы не отстанем. И если даже мы леску заполучим, мы по-любому не отстанем. Он потому что такой с Тимофеевичем сотворил. Да ещё и сейчас по этой видеосвязи он умудрялся ещё и издеваться по этому поводу и насмехаться. Короче, я не знаю, у меня просто вот так вот всё трясёт. Мне кажется, вот зайти туда прям и всю базу расфигачить. Так, кстати, а где может быть леска? Так, мы же где-то... А, когда в этой, в аэропорту мы вместе со Стефом и рядовым были, что-то говорилось по поводу... Чуть за автомат галил. Ладно, возьму эти патроны. Говорилась информация по поводу красной мили. Я вот не знаю, что это такое. Вот, но я даже забыл это передать, по-моему, или передавал, когда мы этого снайпера ещё там встретили. В общем, надо эту красную милю будет обязательно проверить. Вот, отправиться туда. Ну и узнать хотя бы слегонца, что это такое. Вот, потому что мы не знаем, что это. Так, ракеты я вообще никуда ничего положить уже не могу. Судя по всему, даже вот этих солдатов обыскать не успею. Я уже боюсь, на самом деле, здесь находиться, на этом пространстве. Тут какой только бойни не было. Серьёзно, вот. Так, вот это можно вместе сложить. Так, тут три патрончика, тут заряжено, тут заряжено. Блин, у меня вообще места нет, реально. Получается, вот эти три магазина последние беру. Можно вот так сделать и вот так. Всё. Больше у меня не влезет, к сожалению. А хотелось бы взять как можно больше всё-таки. Ладно. Всё, я отсюда погнал. Как-никак мне сейчас в этот ТЦ нужно забегать. Надеюсь, что там зомби будет не особо много. Потому что, как-никак, торговый центр, и наверняка, когда вся эта суматоха с вирусом начиналась, торговых и центров, и так много народу. А там ещё все ринулись, наверное, продукты закупать и всё остальное. Так, в общем, ладно. Я уже внутри. Так, ну, пока что очень даже тихо всё. Очень тихо. Приём, ребята. Это Хэнтер на связи. Провожу перекличку. Отвечайте по очереди. Давайте, поехали. Шиди, начинаешь. А, Шиди Мэн, я здесь. У меня всё в порядке. Рядовой на связи. У меня тоже всё чики-пуки. Это Стэп. Я тоже отправился. У меня всё хорошо. Ребята, у меня всё отлично. Это Вектор. Да, у меня тоже всё хорошо. Ну всё, ребята. Как я и сказал, потом попозже оковариваемся и встречаемся. Рад то, что мы оттуда убежали. Шиди, а у тебя что там? Вертолёт ещё, что ли, летал? Да, вертолёт летал. Я с ним расправился. Ладно, ребят, давайте не будем на месте стоять. Ладно, мне это место не нравится. Всё, конец связи. Фух. Капец. Вот именно мне. Именно мне вертолёт попался. Капец какой-то. Постоянно так. Так, куда мне тут идти-то? Так, тихо-тихо. Я уж реально боюсь, что за углом кто-то где-то появится. Здесь я хочу вести крайне аккуратно. Так, как вот на третий этаж-то, вернее, на первый этаж спуститься вот отсюда, что ли, получается? Как бы ещё не промазать на самом деле. Ладно. Ух, была не была. Я сегодня уже столько пережил то, что... Ничего не боюсь, по-моему. Практически. Главное, чтобы мутанта только не было. Вот это мне действительно не надо. Так. Мне явно не в ту сторону. Скорее всего, вон туда. Но у ТЦ, честно говоря, вид такой себе. Так. Тихо. Вот тут... Ай! Фух, я испугался, ё-моё. Это пауки просто. Просто... Таракашки мелкие. На, получайте вам паучки. Так. Да что ты... Нет. Ладно, не буду так делать. Сейчас только что весь магазин уже растратил на просто одного маленького паучка. Так. Всё. Нет. Закончился он наконец-таки. Так. Сейчас свет закинул. Насекомые же боятся его, по-моему, света. Вот. Ну, не все, конечно, но преимущественно. Так. Чё здесь? Так. Ещё девять миллиметров. У меня уже столько патронов накопилось, что это жесть какая-то. Чё мне с этим всем делать-то? У меня реально не влезет это всё. Рюкзак тоже полностью забит. Я не знаю, что делать впервые такое. Ладно. Надо вмещать её как можно больше. Как-никак, боеприпасы лишние на дороге не валяются. Вот. И надо всё обязательно хватать вместе с собой. Так. Аптека у меня не влезет. Так. Тут много всего интересного. О, пустая фляга. Её выкину. Вот полную я лучше возьму. Пускай она будет. Так. Ещё девяти миллиметровый. Ёпернень твой налево. Короче. Я сделаю так. Вот эти три оставлю здесь. Пятьдесят положу вот сюда. Мне кажется, это будет выгодный обмен. Всё. Я побежал отсюда. Я ж сюда как-никак не это. Не за ресурсами пришёл. А мне надо просто до точки эвакуации добраться сейчас. И всё. Я слышу зомби. Я зомби-то слышу. Они где-то здесь есть. Блин, там ещё бургерная такая классная. Мне всё равно, к сожалению, еда не влезет, но... Да, можно было бы всего это обыскать. Блин, тут и всякие эти... Ладно. Потом. Потом, потом, потом. Я думаю, что в этот город в любом случае придётся вернуться. Потому что, возможно, я не знаю точно, но через Красную Милю... Вернее, чтобы до Красной Милы добраться, возможно... Именно по этому маршруту придётся следовать. Фух. Так. Быстрей, быстрей, быстрей. Быстрее. Так, добегаю, добегаю, добегаю. Есть. Я здесь. Ай. Не туда. Ладно. Пофиг. Опа. Пускай здесь тогда этот факел остаётся. Мне только другого нет. Ну ладно, в темноте придётся идти. Так. Только темнота мне совсем не нравится. Так, ладно. Тихонько, тихонько. Это оно, да? Это оно, походу, то самое. Там, кстати, наверху автомобили с вата стояли. Спецназовцев. Так. И куда мне дальше тут идти? Явно куда-то. Я в одни из этих тоннелей, да? Я постоянно думал. Вот метро. И представлял то, что я от одной станции к другой иду прямо вот по тоннелю. И меня потом догоняют поезды. И там просто в этом тоннеле деваться некуда. Либо под поезд, получается, ложиться, прятаться от него. Либо к стенке прижиматься. Так вот сейчас это та ситуация, в которую я попал, получается. Ладно, хоть тут зомби нет. Потому что место, капец, стрёмное. А вот мне, походу, куда идти надо. Хантер, видимо, и имел в виду именно вот это место. Чё-то мне скелеты только совсем доверие не внушают. Не нравится мне это. Фух, ну гадость. Капец, просто вентиляция. Это вообще не работает уже. Там вообще вроде бы света, вроде бы нет. Ладно. Короче, главное сейчас до точки добраться, до обозначенной. А потом будем думать, как до Красной Мири добираться. И уже, наконец-таки, надеюсь, по-настоящему леску вынесем. А не то, что сегодня получилось. Ладно, леска, держись. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова